Сейчас, друзья, сзади на сцене вы видите класс студентов Миссионерской школы 2023 года. Давайте мы их поприветствуем. За эти последние годы много новых людей приехало в наш город, поэтому не все знают историю, как начиналась СМБС, поэтому я вкратце вам расскажу. 2005 год был первый выпуск Миссионерской школы. В то время у нас в церкви еще не было даже своего здания, у нас не было опыта, у нас не было никаких сотрудников, не было бюджета, и с Божьей помощью началась эта миссионерская школа. Церковь «Живой поток» многие люди, они очень участвовали в этом процессе. Многие семьи принимали студентов, которые приехали с разных штатов церквей Америки, они принимали их к себе домой иногда на полгода. И некоторые делали это на протяжении 10 лет. Представьте себе, друзья, гости к вам на полгода и так 10 лет подряд. Вот такие были жертвенные люди, которые участвовали в процессе, вот именно в жизни миссионерской школы. Некоторые наши мамы, они привозили еду студентам, они их кормили, за них молились, и таким образом мы вместе развивались. И вот уже прошло немало времени, и сегодня уже вы видите, что развилась эта школа уже много разных других программ. И я призываю вас, церковь, чтобы мы и дальше были частью, чтобы мы были участниками именно служения СМБС. Это для нас привилегия, это несет жизнь церкви. Мы имеем привилегию участвовать в формировании этих людей, которые в будущем поедут на миссию. Их жизни, судьбы меняются. Мы слышим эти свидетельства, и мы радуемся вместе с ними. Ну, а для вас, друзья, хочу еще раз сказать и на этом потоке, что мы надеемся, что церковь «Живой поток» станет для вас вторым домом, и вы будете это помнить хорошими воспоминаниями много-много лет спустя. Сейчас хотел бы пригласить на сцену директора миссионерской школы Виктор Синдецкий. Спасибо большое, пастор. Спасибо большое, что ты откликнулся и на призыв Божий, и рискнул, так можно сказать, да, решился открыть эту школу, потому что уже 18-й год эта школа существует. В этом году это 18-й год, и слава Богу за это. Это, вы знаете, когда любое служение работает очень долго, в первую очередь это вдохновляет нас, те, кто служат в этом служении, потому что когда ты видишь из года в год благословение Божье, ты видишь, как студенты приезжают, и ты не можешь принять как бы всех, у тебя больше желающих, чем ты можешь принять, ты веришь, и это вдохновляет тебя двигаться дальше. Поэтому в церковь у нас сложилась такая традиция, каждый год знакомиться со студентами, уже это, наверное, это с первого года было, где студенты знакомились, и вот при входе вы получите, вы получили бюллетени, да, где вы можете открыть их и посмотреть каждого, кто приехал в этом году. И здесь написано имя, фамилия, и, опять же, по нашей традиции, имя пастыря церкви, с которой они приехали. Поэтому, пожалуйста, посвятите время. Вы знаете, также одна из традиций, которая была в церкви, раньше церковь брала людей, студентов, и молилась на протяжении, семьи брали людей, и молились на протяжении шести месяцев за них. Поэтому мы уже все для вас организовали. Вы можете взять это, обвести кого-то конкретного, за кого бы хотели молиться, и просто благословлять их и молиться за них на протяжении этих шести месяцев. Да, вы можете, также вы можете здесь, сейчас сканировать это, здесь или сзади, может быть, здесь он не сканируется, сзади обязательно сканируется, и посмотреть это в электронной версии. Но вы знаете, друзья, я вам хочу сказать, что, возможно, вы приехали и мало слышали о школе. Так вот, что нужно запомнить о школе, это две вещи. Первое — это наше видение. Оно состоит из двух стихов. Это «идите и проповедуйте Евангелие», и «идите и делайте учеников». Поэтому вот из этих двух стихов все программы, которые есть в СМБС, они основаны на этих двух стихах, и мы верим, это как круговорот жизни христианской. Если ты услышал слово о Боге, ты стал настоящим свидетелем, то тогда ты обязательно расскажешь об этом другому. Это естественный круговорот. Поэтому и второе — это программы. СМБС — это не просто одна программа или вот эти студенты. СМБС работает на протяжении всего года. Она состоит из четырех основных программ, из трех программ обучения и миссии. Это СМБС — миссионерская программа, Тинс Байбл Скул и IDT, или интенсивный курс ученичества. Вот из этого состоит служение СМБС. Также здесь вы можете видеть тех людей, кто фулл-тайм находится в служении, в этом служении, которых здесь и благодаря которым служение работает и развивается. И также, вы знаете, каждый год от 15 до 20 миссионерских групп уезжают в разные страны. За эти годы мы посетили более 50 стран. То вот это немножко об этой школе. Она находится здесь, в этом здании. И, вы знаете, некоторые могут думать, мы строим церковь. Кто-то думает, зачем строить такую большую церковь. Кто-то думает, вы строите маленькую церковь, нужно еще больше. Так вот, если бы вы видели среди недели, студенты находят место где-либо. На траве здесь, сбоку, сзади, в этом здании. Мы настолько уже нам тесно. Поэтому мы ждем и верим, как только мы войдем в новое здание, наконец-таки они смогут найти просто где посидеть. Но слава Богу и за это, за то, что мы имеем это здание, и Бог развивает это служение, и мы двигаемся вперед. На протяжении этих 18 лет у нас уже прошло 2928 студентов. В год среди программы проходит около 400 человек. Вот вам немножко информации. И хочу вам представить класс 2023 года. У нас 85 студентов в этом году. Два студента приехали из Канады. Один студент, одна студентка приехала из Украины, только для этой программы и вернется назад. Большинство студентов, как вы думаете, с какого штата приехали? Паша, честно, он уже был на первых двух потоках. Это из штата Вашингтон. Самая большая группа студентов. На втором месте Калифорния. И также, что уже уникально у нас становится, уже не первый год к нам приходят не только славяне. В этом году есть также парень, который пришел не с славянской церкви. И мы очень рады, что приходят разные люди. Поэтому, братья и сестры, я очень рад, что вы их увидели, познакомились с ними. И знаете, я напоследок хочу сказать вам, однажды я как-то где-то был, мы сидели в какой-то из церквей в другой стране, и мне говорят, что вот сейчас ты согласишься или нет, сейчас вот Бог уже не так действует, как Он действовал, например, в 90-е годы, когда было пробуждение. И знаете, один человек тоже в этом кругу сказал, может быть, просто Он не действует так в твоей жизни, но в моей жизни Он действует еще больше, чем это было. И вы знаете, когда я вот думаю о том, что может быть, вот сейчас там пробуждение не так было, как раньше. Честно сказать, когда 12 групп уезжают в разные страны, когда открываются новые церкви, когда спасаются новые люди, когда Бог исцеляет, и ты являешься свидетелем этого, мы видим, как Бог продолжает действовать и действует. Вопрос просто, через кого Он это делает. Поэтому мы верим, что даже если СМБС перестанет существовать, или мы не будем, Бог будет продолжать, и Он действует. Но мы очень рады, что Он действует через нас, через нашу церковь, через нашу администрацию, и самое главное, через этих молодых людей. Я хотел бы, чтобы вы это оценили, и вы понимали, что кто-то по-разному относится к этому. Молодые приехали, кто-то там жениться приехали. Разные есть слухи, которые говорят, или мнения. Но мы верим, и мы видим, как на протяжении многих лет Бог выбирает людей, и Он просто призывает их, и они становятся миссионерами, пастырями, служителями. И слава Богу, церковь, что мы часть этого. Пусть это нас вдохновит, и мы будем знать, что мы на правильном направлении движемся. Поэтому слава Богу за это. Добро пожаловать в класс 2023. Познакомьтесь, это наша церковь, это наши студенты. Пусть вас Бог благословит. Давайте служить, и давайте служить вместе. Слава Богу. Да, сейчас, пожалуйста, спасибо. А сейчас свидетельство студентов. Слава Богу, церковь. Меня зовут Майкл Федрук, и я из церкви Живопотока. Надеюсь, для некоторых из вас у меня знакомое лицо. И в этом году я решил пойти в школу СМБС. И когда я только сюда приехал, два года назад в Джексонвилл переехал, я у своих друзей спрашивал, как они думали насчет этой школы. И мне все говорили, что эта школа хорошая, но это больше для новых христианинов, те, которые только пришли к Господу и хотят так вырасти. Я с таким мнением проживал здесь, в этой церкви. Я здесь служил, устроил там свои вещи. И потом, в прошлом году, в моей жизни пришел такой маленький шторм. И после этого шторма я посмотрел на свой фундамент духовный. И посмотрел, и видел, там были некоторые трещины, некоторые дырочки. И я так подумал, если еще раз такой шторм пройдет, этот фундамент разрушится, и все, что я уже на нем построил, все упадет. И я подумал, посмотрел, помолился, и потом жажда прошла пойти в эту школу в СМБС. И я вам скажу, что уже две недели прошло, и уже Бог меня так уже коснулся, и мой фундамент уже намного сильнее. И я просто не могу представить, как в конце СМБС, как мне Бог вырастет в духовной моей жизни. Я верю, что в конце СМБС у меня фундамент будет намного крепче, намного сильнее, и Бог в моей жизни построит намного выше здания, чем я когда даже ожидал. Слава Богу. Меня зовут Анна Трубенко. Я из церкви Фавор в Киеве. Я переехала из Украины в Южную Каролину год назад за три недели до начала войны. Компания, где я работала, оплатила мне переезд и проживание в Америке на три месяца в случае войны. Я не планировала оставаться здесь, но у Бога были совсем другие планы для меня. В начале прошлого года я попросила Бога заменить мои мечты его мечтами. И я даже представить тогда не могла, куда меня это приведет. У меня была хорошая работа в IT, я жила комфортной, беззаботной жизнью, с хорошим будущим, с мирской точки зрения. Но, к сожалению, я не чувствовала радости и удовлетворения в своей жизни. Имея все, я не имела самого главного — процесса исполнения Божьей воли в моей жизни. Я спрашивала Бога о Его воле, но мои тревожные мысли были громче, не давали мне Его услышать. Я всегда знала про СМБС, и когда я услышала Божий призыв туда пойти, мне было очень страшно. Мне не хотелось оставлять свою комфортную жизнь, свои мечты и идти в неизвестность. И передо мной стал выбор, где я должна была выбрать, свои мечты или Божьи. Я выбрала Божий путь. Я только на начале этого пути, но я никогда не была более счастлива и наполнена, чем сейчас. Моя главная цель на этот период жизни — это на деле отдать свою жизнь Иисусу и бежать к исполнению Его воли. Я не знаю, что я буду делать после СМБС, но я внимательно слушаю голос Бога и готова ко всему. Как итог могу сказать, что радость от пребывания в центре Его воли и присутствие не может сравниться ни с какими человеческими мечтами. Слава Богу! Церковь, давайте мы все поднимемся вместе на ноги. И у нас сейчас есть возможность благословить этот класс. Я прошу служителей, если вы можете здесь выстроиться впереди, все желающие, вы можете простирать ваши руки и просто благословить их на их будущую жизнь, на их миссионерские поездки, на учебу здесь, на духовный рост. Просто вместе, давайте, объединяясь, благословим этот класс. Отец Небесный, мы благословляем, благословляем каждого студента, который прилетел, приехал из разных штатов, из разных стран. Отец Небесный, мы посвящаем их жизни Тебе. Мы просим, чтобы Дух Святой по-особому работал в их жизнях, чтобы Слово Божие, оно им открывалось очень глубоко и лично. Мы благословляем их будущее, их судьбы, их личную жизнь во имя Христа Иисуса. Благослови их. Благослови, Божие, будущие миссионерские поездки. Помоги, чтобы многие узнали через них, Господь, о Христе, о спасении, обретая надежду. Мы также благословляем, Господи, директоров Виктора и всю команду сотрудников, волонтеров. Благослови, Бог мой, чтобы это служение принесло много плода для Твоего Царства во имя Христа Иисуса. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя, Господь, светлым лицем Своим и помилует Тебя. Да обратит, Господь, лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Аминь.